здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы и сегодня плановый брифинг для брокера о маркет вы уже привыкли что по четвергам я демонстрирую все свои закрытые позиции открытые и рассказываю о тех идеях которые будут готовы к реализации на прошлой неделе мы отбирали с вами сделки кое что было реализовано я вам покажу на конечный результат и сегодня отберем новые варианты которые могут оказаться прибыльными и на которые я делаю свою очередь упор давайте сразу перейдем графиком и посмотрим на то что я свою очередь предлагаю в общем что сейчас открыт австралийский доллар покупка та самая которую мы с вами ждали та самая покупка которую мы отбирали с вами еще несколько недель назад давайте посмотрим вот эта зона 67 10 66 40 это зона спроса вероятность роста от этой зоны высокая до распределения распределение в пределах 68 40 можно в принципе сразу поставить тейк профит для тех кто руками не закрывает а я советую всем новичкам закрывать по тейк профиту чтобы не было вас проблем 68 40 это конечная точка отправления конкретно по этой идее есть вероятность хода и выше также как есть вероятность падения но обо всем об этом мы говорить не будем потому что наша задача отбирать триггеры и те люди которые пытаются угадывать движение цены они никогда не будут торговать в прибыль в долгосрочном опять же выражении давайте посмотрим на теперь идеи потому что открытая только одна данный момент времени остальные стоят лимитники есть кое-что что можно добавить по индексу в принципе синтетика вся проста ничего особо не изменилось восходящий тренд локально и следовательно может быть укрепление на момент и если посмотреть вернувшись к индексу на характер движения то вы обратите внимание что да здесь зона непосредственно угасание движения и есть некий восходящий тренд от минимумов то есть по факту мы имеем потенциал движения вплоть до максимума индекса но при этом скорее всего будет откатные движения то есть возможность и вероятность такого исхода очень очень высока и здесь сейчас если где-то находите варианты на ослабление доллара и у вас этот вопрос рискнуть или нет то вы можете понимать что в принципе по всей корзине валют основной есть такая вероятность и вы можете использовать евро доллар тоже здесь посмотрите ситуация когда в очередной раз уперлась минимум и мы с вами обсуждали вариант что есть потенциал закрепления и ниже 1 10 можно пытаться искать продажи проблема лишь в одном в том что это все после импульса когда происходит после импульса пробой он чаще всего возвратный то есть вы сначала получаете стоп потом идет цена и в связи с этим я рекомендую подождать в течение хотя бы двух дней если вдруг вы увидите что цена будет ходить вот таким образом к примеру над уровнем именно над это очень важно шортите не дожидаясь закрепления если цена пробьет импульсом ну что ж будет вариант какой-то отработать на откате и на откате вы всегда сможете по часовику посмотреть допустим вы видите сейчас стагнацию которая скорее всего приведет к пробою это опять же можно увидеть благодаря тому что минимум очень ровный а с максимума высаживали то есть высаживали шартистов и при этом цена направляется вниз если отсюда пробьет и улетит на полтора диапазона то есть пробьет от 1 10 до допустим 1 9 40 то на откате просто ставите лимитник стоп за верхнюю границу этого диапазона и работаете не проблема ну то есть для тех кто торгует краткосрочно для тех кто ищет варианты более продолжительные опять же я обозначил ранее ждете несколько дней будет вариант торгуем не будет не торгуем здесь очень важно тоже понимать один момент который касается выдержки в трейдинге у большинства новичков проблема с желанием торговать все и постоянно но таким образом вы не будете в плюсе у вас не получится заработать нормальные деньги и сейчас я хочу вам просто в пунктах показать чтобы вы понимали за этот год специально хочу вам показать чтобы вы оценили непосредственно торговлю с ожиданием и подготовкой посмотрите внимательно на это мои результаты конкретные средняя прибыль в пунктах среднюю средняя потеря в пунктах не смотрите в долларах потому что я фиксирую частично это не имеет значения от пунктов имеет средняя прибыль средние потери то самое соотношение и количество заработанных пунктов за прошлый год но опять же захватывая январь это очень и очень важно используя низкие риски используя подготовку вы будете в плюсе но опять же если вы повысите риски но при этом будете использовать подготовку вы тоже можете быть в плюсе и это важно поэтому нет не нужно недооценивать ресерч который я вам помогаю делать если бы вы прошлый год торговали вместе со мной и использовали то что я вам даю то вы были бы в плюсе а это очень важный момент поэтому внимательно всегда записывайте анализируйте собственные активы подобным методом учитесь пока есть такая возможность потому что я вечно брифинги вести не буду а пока есть возможность я советую ей все-таки пользоваться потому что это рационально смотрите фунт доллар опять же сжатие которое мы обсуждали здесь потенциал пробоя ниже 1.30 то есть потенциал падения от 1.30 и мне хочется вот очень хочется зашортить вариант сильный и стоит ниже 1.30 и в целом сжатие очень долго шло и цена пытается пробить вниз пока держится но рано или поздно сдастся конечно может очередной раз выстрелить импульс вверх но это первый раз когда пытаются уйти ниже 1.30 поэтому здесь возможно даже сегодня если часов шесть цена постоит ниже можно попробовать шортить риск выше 1.30 50 ну то есть 1.30 60 зона риска и потенциал прибыли здесь крайне большой то здесь в принципе можно претендовать вплоть до 25 но то есть отсюда импульс может быть очень сильный не было распределения конкретного длительного по этому движению посмотрите на движение которое было изначально вот она сначала движение до его завершения мы можем претендовать в принципе на на 25 это конечно загнул но 27 с текущих вполне вполне это характер распределения поэтому смотрите внимательно может быть даже сегодня пойдут коротки доллар иена сказать ничего нельзя сложно сложно поэтому не будем делать доллар-франк аналогично можно пробовать искать шарты от 99 искать варианты но нужно дождаться золото для меня интересно купить среднесрочно возможно даже с какими-то инвестиционными целями в районе 1465-1440 это очень хорошая зона покупки можете ее записать если она будет в этом году нужно пробовать работать то же самое что касается и сын пи мы его тоже сегодня посмотрим инвестиционные варианты есть спекулятивных очень мало доллар-рубль упал от зоны предложения но как его работать пока тоже сказать не могу евро-иена не закрепился ниже 120 я очень хотел зашортить то же самое вот важность триггера это это тоже нужно понимать для тех кто не понимает важности триггера для вас трейдинг будет игрой в рулетку потому что отбирая вариант мы с вами записываем допустим сценарий что мы можем покупать если вдруг цена сделает ложный пробой ниже 119 к примеру 80 и вернется обратно выше 120 в таком случае мы покупаем потому что это будет оправдана зона риска и намеком на то что цена может расти то же самое касаемо продажи мы понимаем что и 120 который сдерживается и на прошлом брифинге вы это помните и если вдруг цена стоит ниже очень красиво стоит формате допустим как она может вот так к примеру она может стоять ниже уровня то есть четко паду не возвращается выше это очень важно то мы шарте им понимая что риск у нас ограничен в противном случае мы не делаем ничего совершенно 120 актуально будет падать ниже учитывая то что и евро доллар может упасть и учитывая то что доллар иена вполне может упасть поэтому наблюдаем это может быть вариантом очень хорошим новозеландец вот это то чего я жду то что у меня давно стоит в лимитнике лимитник можно ставить как на 64 20 тира 63 20 так и вариант 2 63 90 64 20 63 20 63 90 63 20 ну соответственно вот так зона распределения ближайшая 66 это очень хороший вариант отличный канадец он пришел к максимум шортить мне почему-то не хочется он ходит циклично его можно отработать но я бы советовал работать после чего-нибудь вот такого вот такого то есть когда цена сделает вам намек в противном случае можно сразу поймать стоп а это не нужно австралиец ничего не меняю не корректирую новозеландия сейчас идет ниже австралийц может за ним немножко упасть но обе позиции можно удерживать общий риск на две позиции будет 2 процента потому что и там у меня лимитник стоит и здесь у меня уже открыто но на эту идею я готов дать 2 процента потому что она интересно учитывая то что он заработать можно на ней 5 так фьючерсы на медь ничего я бы не стал делать сел вышла выше и намекают на то что может быть рост вот это интересно конечно но переть против тренда на такой структуре это тоже рисковый вариант подождем сегодня может быть завтра если будет ходить выше 51 можно аккуратно пробовать покупать риски непонятно очень высокий риск опять же в процентном выражении по движению цены но тем не менее попробовать можно смотрите где такая выше 51 если брать общий риск по этой ситуации среднесрочного характера то есть все таки вы верите в то что сырье будет расти то в данном случае потенциал один к трем ровный потенциал но при этом 4 процента риск по изменению по волатильности не каждый депозит потянет открытие нужным объемом без плеча то есть нужно много денег чтобы подобные идеи торговать плечи я бы большие сюда не совал вообще так это не тот актив BTC пытается продолжить рост вместо угасания ну что ж здесь можно посмотреть на оба варианта но я бы я бы все таки воздерживался и смотрел в ожидании угасания то есть можно торговать откаты это интересно то что допустим здесь было актуально но не откатно просто брать по рынку это большая вероятность попасть на разовый откат волатильность очень сжатая и при этом она сжимается потом резко расширяется опять идет сжатие то есть выбивают по стопам потом опять набирают позицию в таком случае торговать сложно поэтому понаблюдаем пока но ниже 9500 может быть может пойти распределение поэтому внимание туда S&P продолжает рост откатные работают я здесь не хотел покупать у меня была алько вот это которая меня выбила и потом пошла то есть четко выбила и вернулась к цене но я ставил сюда риск 0,3 процента то есть очень низкий риск ставил на эту идею потому что у меня немножко другой money management на торговлю CFD очень аккуратный и при этом эту идею не отработал можно было кое-что сработать в откате и я все еще жду ниже то есть мое самое актуальное из решений будущих это работа акций тех которые упадут одновременно с индексом индекс может и не упасть скажем так он может идти бесконечно вверх это рынок но если он упадет на 350 на 300 мы будем знать что в этом случае можно набирать акции и нужно просто будет искать акции которые пойдут одновременно в откат искать такие же откатные точки и работать много акций которые могут быть интересны по поводу теслы которые всех волнуют по тесле я уже поставил личный лимитник на покупку но но не факт очень резко распределение пошло это рост просто невероятный на самом деле 300 процентов с лета и даже не с лета с осени если кто-то думает что самый волатильный рынок криптовалют то посмотрите на тесло и посмотрите на за этот же период на битиси и вы поймете что сейчас и ну не то что сейчас а в принципе не нужно слепо утверждать что рынок криптовалют самый прибыльный и так далее он в некоторых случаях самый прибыльный да там волатильность на некоторых активах огромный но если вы тесла можете торговать с десятком миллионов без проблем и даже с миллиардом то те криптовалюты которые волатильные вы туда зайдете с сотни тысяч и вас биржа поимеет потому что она будет в вашем случае маркетмейкером в этом вся разница что здесь можно оперировать огромными деньгами до порог входа выше но ваши деньги защищены вы работаете и зарабатываете такие движения поймать сложно то есть никто не прогнозирует подобного это нереально это кто угадал просто счастливчик но это не не стандартный трейдинг и не всем так везет скажем так то есть постоянно такого быть не может и в вашей практике будут такие случаи когда вы окажетесь в активе который слишком вырастет но они будут единичные и редки смотрите тесла зона спроса ближайшая которая есть это пятьсот девяносто пятьсот тридцать вот здесь можно попробовать на откате купить потому что это 50 процентов падения от максима я здесь поставил лимитник следующий вариант среднесрочный это 350 300 но он может не быть в принципе в ближайшее время в ближайшем будущем от 590 530 будет поэтому можно его отработать вариант хороший это что касается теслы в остальном я бы не стал сейчас особо влезать вот тесла она идет вне рынка поэтому ее можно проторговать на откате остальное ждать с индексом и пробовать работать вот такие сейчас планы не забывайте ребят подписываться на канал брокера маркет с на мой ссылка на него естественно есть в описании смотрите материалы изучаете становитесь лучше и зарабатываете всем спасибо всем пока